Примерно год назад, да не примерно, а именно год назад здесь на перекрестке улицы Грязнова и Советской появился магазин антикризисный. Честно говоря, мне не верилось, что есть такое место, где купить все можно по ценам стран-производителей. Оказывается, есть. И если говорить, положа руку на сердце, единственное, чего мне здесь не хватает, это вот таких вот, ну, как бы моих стильных автомобильных курток и бейсболок и футболок. Но пообещали, сказали, все можно и привезут, и тогда я уже точно буду окончательным клиентом магазина антикризисный. Открытие магазина антикризисный в момент, когда обремененные арендой бизнесмены закрывали свои бутики на клюшку и задарма сливали товар, стало явной удачей. Потому как хроническая безграмотность горожан и гостей Магнитогорска очень быстро наступил конец. Оказывается, и отечественные обувь, и хэбэ, и джинсы, и куртки. И это все, и цены не кусаются. Да что мы будем говорить? Вот в очередной раз мнение покупателей. — Прекрасное качество товаров и цены. Я всегда сюда захожу и беру, покупаю. Мне даже сад не мешает, я в сад поеду потом. — А сколько вот здесь можно вещей купить на 3 тысячи рублей, к примеру? — На 3 тысячи? Ну, не знаю. Смотря у кого какие запросы. — Ну, модные джинсы, кофточка. — Пять пар можно взять, наверное. Такие вот с плащевой тканью. Ну, четыре. — На нашу пенсию, пожалуй, можно разориться? Или можно все-таки что-то покупать? — Можно. Можно что-то купить. Мы сюда часто приходим и все равно что-нибудь обновляем. — То есть пенсионеры сейчас могут жить спокойно? — Конечно, конечно, можно. — А вот можно? — Спасибо, что такие магазины открываются. — Хорошо, что недорого и это, и качество хорошее. Выбор большой. — Если 6 тысяч пенсия, я бы за 4-5 не купила, а за 9. — Пожалуйста. — То есть понятие моды и недорогие цены – это все-таки возможно? — Да. ХБ тут много вещей хороших очень. — То есть можно из малышки сделать красавицу? — Ну, можно, да. Я вот тоже свои тут беру, так что есть выбор. В действительности здесь нет и тени лукавства. Высококачественный товар, одежда, обувь, постельные и различные мелочи. И это все в редких случаях дороже 500 рублей за единицу. Все, кто был в Турции, Египте, Таиланде, Индии и США, здесь это понимают. Нечеловеческая, волчья, алчная торговля – это позади. Ну, по крайней мере, вы знаете, чего здесь не будет. Кстати, к годовщине и сезону завозится новый товар. И будут цены. Ниже некуда. Задумчивая, да, у меня физиономия? Я вообще как бы, ну, если по шмоткам, то только для себя. Вот зашел сюда, раньше не заходил. Кстати, обратите внимание, похолодание. И в сезон привезли вообще просто обалденные вещи. Вообще честно. Потрясающие хлопчатобумажные, такие с начесиком. Для детей. Вот, смотри, какая это прелесть. Класс, да? Причем здесь много всего, столько, что, ну, даже не имея ребенка, вот хочется что-то купить. А цена вопроса? Ну, во-первых, для детей. Когда что-то берешь, вообще даже не задумываешься. Просто покупаешь. 250 рублей. Посмотрите, какая классная вещь. Было бы наивным утверждать, что это место для локальной торговли. И здесь отовариваются только жители правобережной части города Магнитогорска. Личный опыт показал, что модницы, ранее гордившиеся безумными ценами на товар, качественный и дорогой, здесь его приобретают по цене в 3-5 раз дешевле. И что, естественно, для женщин признаваться в своих ошибках не в их правилах. Для нас же приятно и не только те, кто бегает от камер, не желая студиться собственной разумности в глазах еще не поднявших выгоду подружаек. Нам нужны новые люди. И они есть. Все, что нужно, приходим подешевле вроде как. У меня подруга постоянно сюда ходит, пришли узнать, посмотреть, ли за цены. Как цены? Вроде нормально устраивает. Вы знаете, что спасло меня, допустим? Я некоторое время назад перестал любить шерстяные версии. Но они колются. А лучше хлопчатобумажного ничего не придумано. Кажалось бы, можно ли зимой ходить просто в футболке и в куртке? Оказывается, можно. Вот, если куртка, то вот такой буховичок. Кстати, смотрите, как классно сделано. И снег не выходит. Ну что, и с размером угадали. И вообще, вдовой серый будни. Так. Нормалек, мужичок такой-то. Ну вот, в таких куртках вообще-то можно и в снег, и в стужу в любую. И, кстати, если попадете немножко под дождик, тоже не промокнете. Ну и теперь о приятном. Год назад было приятно открыть новый человеческий бизнес. Ну и, естественно, годовщину 17 октября отметить хотят с размахом. Так как работе-то сопутствовал успех. В имени руководства и сотрудников антикризисного магазина хочу поздравить магнитогорцев и гостей города с годовщиной открытия магазина, которая состоится 17 октября. Ну, результат, мы думаем, что... Результат налицо, потому что люди к нам приходят с удовольствием. Думаем, что для наших покупателей это все-таки знаменательная дата будет наша годовщина открытия. Весь этот год мы старались удовлетворить спрос наших покупателей, учитывая их пожелания, ну, может быть, даже некоторые заказы выполняя. У нас с удовольствием одеваются и пенсионеры, и люди среднего возраста, и молодежь, для детей предоставленный большой ассортимент. Можно одеть своего малыша и стильно, и недорого. Каждый, кто к нам приходит, может одеться как бы и по вкусу, и по своему карману. Я вот тут пикал специально и калькулятор включал. Каждый день сколько человек становится вашими покупателями? Ну, честно, я не могу сказать. Мы их как бы не считали. Ну, не менее сотни же, правильно? Считали, но примерно так, да. Очень много постоянных покупателей, но появляются и новые у нас клиенты, и приглашаем еще, чтобы к нам люди приходили. Цена на сегодняшний день у нас остается такой же, как ровно год назад. При всем при том, что везде все дорожает, у нас цены остаются такие же, антикризисные. Таким способом мы боремся с кризисом, поэтому у нас магазин антикризисный. И 17 октября нам ровно год. К этому празднику у нас ожидается большое поступление товаров по сезону, одежды и обуви. И только в честь дня рождения, в этот день, у нас цены будут еще ниже антикризисных. Предполагаются скидки на весь ассортимент товара. Приглашаем всех отпраздновать вместе с нами день рождения антикризисного магазина. Ну, вот я и посчитал. Это примерно 40 тысяч покупателей. Неплохой результат. Ну, надеемся, что так и будет. Ну, годовщину как отмечают? Естественно, шампанское, естественно, сладости, ну, естественно, призы. Шампанское здесь будет. Будут здесь и сладости, и чем закусить. И чем, естественно, обмыть свою новую покупку. Но в день годовщины здесь будут еще и более низкие цены. То есть тот самый Сале, всеми любимый турецкий, египетский, американский сейл, распродажа.